Янина Соколовская родилась 16 сентября 1978 года в Москве. Девушка еще до школы начала заниматься хореографией и вокалом в ансамбле при Большом детском хоре в гос. телерадио. Вместе с коллективом она побывала на гастролях во многих городах России и Европы. Став старше, Янина перешла в другой ансамбль под названием «Танцы России». Тогда же она задумалась о дальнейшей карьере и об изменении деятельности, так как пробиться в жизни в качестве танцовщицы ей казалось весьма затруднительным. Поэтому после школы она поддается на уговоры родителей и поступает на филологический факультет университета. Но довольно скоро девушка поняла, что сделала ошибку. По словам Соколовской, сцена ее не отпускала. Стала наваждением и даже снилась по ночам. Получив диплом специалиста, Янина прямиком отправилась в театральный институт имени Бориса Щукина и поступила на курс известного педагога Родиона Овчинникова. Кстати, ее однокрупниками были ведущие звезды отечественного кино Петр Федоров, Григорий Антипенко, Ольга Ломоносова. Первым профессиональным местом работы актрисы стал в 2006 году Российский академический молодежный театр, с которым она сотрудничает до сих пор, появляясь в нисходящих со сцены спектаклях «Приглашение на казнь», «Берег утопии», «Золушка» и многие другие. В кино Янина начала сниматься еще студенческую пору, играя небольшие роли в различных сериалах «Две судьбы», «Кодекс чести», «Частый детектив», «Девять месяцев» и другие. Причем в давляющем большинстве фильмов она играла спутницу главного героя или его приятеля, возлюбленную, секретаршу или медсестру. Такого амплуа актриса придерживала до тех пор, пока ее не пригласили в состав исторической мелодрамы, даже эпопеи «Моя причистенка». Там она продемонстрировала свои драматические способности, создав образ загадочной женщины-груши, мистически наделенной даром предвидения. Янина постаралась показать, насколько трудно жить человеку с таким непростым даром, который по сути является тяжелой ношей или даже наказанием. Почти сразу же актрису позвали в третий сезон криминально-детективного сериала «Ментовские войны» и предложили ей сыграть сотрудника пресс-службы ВВД. Эта роль планировалась только на один сезон, но Суколовская так полюбилась зрителю, что контракт с ней был продлен, и Янина появлялась в этом образе вплоть до 2012 года. Еще одной яркой работой была роль замкнутой одинокой девушки Лиды в продолжении нашумевшего сериала «Райские яблочки. Жизнь продолжается». И снова драматизм персонажа Инини удалось пропустить через себя и очень реалистично воссоздать страдания одинокого человека, к которому отказано во внимание. Из последующих работ актрисы поделяются военно-психологическая драма, «Лекарство против страха», мелодрама «Цвет черебухи» и остросюжетная картина «Королева игры». Новый виток популярности случился в 2016 году, когда по телевидению начался показ сразу двух картин с ее участием, мелодрама «Весеннее обострение» и вызвавший настоящий фурор у зрителя драматическая картина «Лестница в небеса». Со своим будущим супругом Александром Устюговым актриса познакомилась, когда училась в театральном институте. Когда они начали встречаться, многие люди были уверены, что долго их отношения не продлятся. Александр был приезжим и в основном безденежным студентом, а Инина жила в Москве в достаточно обеспеченной семье. Несмотря на все попытки молодых людей сохранить близкие отношения, предсказание окружающих сбылось, и они расстались. Но через несколько лет судьба снова свела их вместе. Александр ставил новый спектакль «Азори здесь тихие», а Соколовская пришла на одну из репетиций, чтобы заменить заболевшую актрису. Вскоре Александр и Инина поженились, а в 2007 году у них родилась дочь Евгения. Супруги несколько лет счастливо прожили вместе в собственном загородном доме, но в конце 2015 года расстались. Александр ушел к начинающей актрисе Анне Азар. Анна является дочерью генерального директора компании «Сухой». Из комментариев, которые давала прессе сестра Александра Екатерина, известно, что Инина крайне тяжело пережила этот разрыв. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...